Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 21 октября. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара EURUSD. В условиях отсутствия новостного фона из еврозоны участники рынка продолжают отыгрывать события вчерашнего дня, поэтому медвежий сценарий все еще остается актуальным. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней увеличилась до 72 пунктов на фоне существенного увеличения волатильности торгов накануне, но рассчитывать на дальнейший рост торговой активности не следует. Несмотря на то, что медвежий сценарий все еще в приоритете, продажи по рынку уже нецелесообразны. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Потребность правительства Британии в дополнительном объеме заемных средств оказалась выше ожиданий, что привело к ослаблению котировки пары, но активность продавцов все еще остается умеренной. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением объемов торгов, при этом открытый интерес лишь несущественно сократился. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней все еще удерживается ниже средних значений за месяц и полгода, но рассчитывать на существенное увеличение торговой активности не приходится. Медвежий сценарий все еще остается актуальным, вплоть до момента возврата котировок выше 1,2250. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Снижение цен на нефть вполне закономерно оказывает давление на канадский доллар, на фоне которого котировкам пары удалось вернуть значительную часть утраченных ранее позиций. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, но это также может указывать на смену краткосрочных настроений. Среднедневная волатильность за последние пять торговых дней остается ниже средних значений за месяц и полгода, но рассчитывать на существенное увеличение волатильности торгов не нужно. Лишь дальнейшее снижение цены на нефть и слабый отчет по инфляции позволят котировкам пары продолжить рост. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. С открытием американской торговой сессии Канада отчитается по изменению уровня инфляции, рост которой способен оказать кратковременную поддержку канадскому доллару. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ФИБА 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 ГРУП Ваша финансовая группа поддержки ФИБА ГРУП ФИБА ГРУП ФИБА ГРУП